Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередной выпуск налоговых новостей, на этот раз за сентябрь 2020 года. Представляет настоящий выпуск Юзуак Максим Васильевич. Перед вами слайд с информацией обо мне. Что касается плана настоящего выпуска, то в общем-то он традиционный. Сначала будут рассмотрены законопроекты, при этом законопроекты будут разделены на несколько частей. Во-первых, это правительственные законопроекты, наиболее объемная часть. Затем будет рассмотрен один президентский законопроект, ну и также депутатские законопроекты. При этом здесь следует заметить, что депутатские законопроекты можно разделить условно на две группы. Первая группа – это законопроекты, которые имеют шансы на одобрение. И вторая – это беспреспективная группа, что называется. То есть законопроекты вряд ли будут одобрены большинством Государственной Думы. Ну а в качестве центральной темы настоящего выпуска я предлагаю рассмотреть вопрос о возврате налогов. Итак, приступаем к рассмотрению законопроектов и рассмотрим первую группу законопроектов, которая была подготовлена правительством Российской Федерации. Вообще, очень многие из этих законопроектов были под пристальным вниманием как средств массовой информации, так и специалистов. Поскольку действительно они затрагивают важные налоговые вопросы, ну и затрагивают интересы широкого круга лиц налогоплательщиков. Пожалуй, в качестве центрального и наиболее обсуждаемого законопроекта можно назвать законопроект, связанный с повышением НДФЛ. В данном случае устанавливается повышенная ставка по НДФЛ в отношении доходов лиц, которые получают сверхдоходы. При этом здесь сразу следует заметить, что ставка, а именно 15%, она будет применяться к доходам, которые будут превышать 5 миллионов рублей. Вообще, следует заметить, что законопроект, который подготовило правительство, не такой простой, как может показаться. И наиболее сложные положения связаны с порядком определения доходов, которые нужно учитывать для того, чтобы понять, превысил налогоплательщик 5 миллионов рублей доходов, либо нет. Поскольку правительство исходит из того, что не все доходы могут учитываться для определения размера в 5 миллионов рублей. В данном случае, например, в законопроекте указывается на то, что при определении этой суммы 5 миллионов рублей не учитываются доходы от продажи недвижимости, от дарения недвижимости. И следует заметить, что при рассмотрении законопроекта как раз вопрос о том, как определять 5 миллионов рублей, превышение 5 миллионов рублей, вот этот вопрос стал камнем преткновения. То есть в настоящий момент, видимо, будут уточняться положения, которые уточняют порядок определения дохода налогоплательщика. Ну и по последним данным, где-то к октябрю, середине октября этот вопрос должен быть обсужден и разрешен. Ну и, соответственно, видимо, положения правительственного законопроекта, они будут уточняться. Здесь также следует заметить, что вот этот дополнительный доход бюджета, который будет получен за счет повышения ставки НДФЛ, он будет направляться на определенные цели, а именно на лечение детей. То есть в данном случае НДФЛ в какой-то своей части превращается в целевой налог. Следующий законопроект. Этот законопроект также обсуждался, точнее, СМИ достаточно активно, и этот законопроект объемный. То есть он содержит около 70 страниц и направлен на реализацию основных положений налоговой политики. Законопроект вносит изменения как в первую, так и во вторую часть Налогового кодекса. Что касается первой части, то наиболее интересными положениями являются положения, связанные с доверенностью, поскольку теперь предлагается допустить возможность использования в налоговых отношениях электронной доверенности, то есть доверенности, которая будет заверяться усиленной электронной цифровой подписью. Кроме того, в первой части будет регулироваться вопрос об использовании нотариальной доверенности. Также изменяется порог для обращения в суд за взысканием задолженности с физических лиц. Если сейчас этот порог задолженности 3000 рублей, то предлагается его поднять до 10 000 рублей. Наконец, важное положение, связанное с начислением процентов на излишнеуплаченные налоги. Так, предлагается установить правило, что начисление этих процентов в соответствии с положениями Налогового кодекса должно осуществляться в автоматическом порядке. То есть, иначе говоря, налогоплательщик не должен отдельно подавать какое-то заявление для того, чтобы ему перечислили проценты. Наконец, интересное положение, связанное с налоговой тайной. В данном случае предлагается распространить налоговую тайну на информацию, которая будет передаваться налоговыми органами в другие государственные органы. То есть, в данном случае попытаются защитить информацию, которая передается в рамках межведомственного взаимодействия. Что касается второй части Налогового кодекса, то изменения вносятся в различные главы, которые регулируют различные налоги. Ну и в качестве наиболее интересных положений можно выделить следующее. Что касается НДС, то поправки прежде всего связаны с продукцией, которая добыта в исключительно экономической зоне Российской Федерации. В данном случае предлагается установить нулевую ставку при реализации данной продукции. Кроме того, предлагается установить правило, что в том случае, если реализация, отгрузка, точнее, товара, а также транспортировка начинается в исключительно экономической зоне, то признается, что товар реализуется на территории Российской Федерации. Ну, делается это для того, чтобы имелась возможность применять вычеты по НДС в отношении операций, которые связаны с такими операциями. Что касается НДФЛ, пожалуй, наиболее интересные поправки именно вносятся применительно к налогу на доходы физических лиц. Во-первых, уточняется перечень компенсационных выплат, которые будут освобождаться от НДФЛ. Во-вторых, будут установлены правила, особые правила для жилого имущества, которое приобретено на основании договоров долевого участия. Так, предлагается установить порядок исчисления срока владения по такому имуществу и предлагается исчислять его не с момента приобретения права собственности на соответствующие объекты, а с момента, когда лицо исполнило свои обязательства по договору долевого участия в части перечисления денег, ну, оплаты. И это положение, оно логично и правильно, поскольку зачастую действительно лицо надлежащим образом исполняет свои обязательства в отношении оплаты, а вот противоположное лицо в договоре долевого участия застройщик не вовремя осуществляет сдачу объекта, соответственно, лицу. То есть, вот эти положения, они, безусловно, будут выгодны в том числе такой категории, как обманутые дольщики. Следующие поправки связаны с налогом на прибыль. Ну, в основном там осуществляется уточнение регулирования, в данном случае в отношении обложения некоммерческих организаций, дивидендов, а также в отношении косвенной реализации недвижимости. Еще одна интересная группа поправок связана с налогом на имущество. Во-первых, устанавливается беззаявительный порядок предоставления льгот по имущественным налогам в отношении ветеранов боевых действий. Здесь сразу следует заметить, что эти изменения, они вносятся в первую часть налогового кодекса. А именно, будет предусмотрено, что пенсионный фонд должен будет передавать налоговым органам информацию о том, что лицо имеет статус ветерана боевых действий. И это, в свою очередь, позволит применять автоматически льготы, которые предусмотрены в отношении данной категории лиц. Кроме того, интересное положение связано с обложением транспортным налогом средств, которые уничтожены. В данном случае эта проблема известна давно, и при текущем регулировании обязанность по уплате с такого рода транспортных средств прекращалась в связи с прекращением регистрации. И вот это правило предлагают поменять. Предлагают установить правило, что обязанность по уплате налога с транспортного средства прекращается с первого числа месяца, в котором данное средство было уничтожено. И в данном случае налогоплательщику необходимо будет подать заявление по поводу уничтожения данного транспортного средства. Ну а налоговый орган, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, будет проверять факты, связанные с уничтожением такого транспортного средства. Наконец, изменения, связанные со страховыми взносами. Ну, во-первых, указывается, что будет синхронизирован перечень ст. 422 НК, то есть это перечень выплат, которые не облагаются страховыми взносами, с перечнем, который указан в ст. 217 НК. Ну, в общем-то, подход правильный и вполне логичный. Еще одно интересное положение связано с освобождением от уплаты страховых взносов индивидуальных предпринимателей, которые находятся в местах лишения свободы. Здесь, на самом деле, следует заметить, что все-таки решение, которое предлагает правительство, оно неоднозначно. Дело в том, что поправка, которую вносит правительство, это поправка отсылочная, и она отсылает к положениям законодательства, в котором указывается, что от уплаты взносов, ну, из которых следует, да, что от уплаты страховых взносов будут освобождаться лишь те индивидуальные предприниматели, которые необоснованно оказались в местах лишения свободы, ну, либо необоснованно находились под стражей. И это решение, оно выглядит странным, поскольку независимо от того, по каким причинам лицо находится в местах лишения свободы и обоснованно ли оно находится, либо нет, в любом случае у индивидуального предпринимателя в большинстве случаев нет возможности уплачивать страховые взносы, да и, в принципе, осуществлять предпринимательскую деятельность. И логично, да, что будет установлено общее правило, что лицо должно освобождаться от страховых взносов в связи с нахождением в местах лишения свободы. Поэтому будем надеяться, что вот эта поправка, да, она претерпит изменения в рамках процедур в Государственной Думе, ну, и будет должным образом сформулирована. Следующий законопроект связан с установлением показателей фиксированного размера страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, ну, и для других категорий лиц, да, которые уплачивают фиксированные страховые взносы. В данном случае эти размеры фиксированных страховых взносов устанавливаются от 2021, 2022 и 2023 года. При этом следует заметить, что в 2021 году фиксированный размер страховых взносов на пенсионное страхование и на медицинское страхование, он остается прежним в сравнении с 2020 годом. Ну, а в 2022-2023 фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование, они будут расти, ну, в соответствии с средним ростом среднемесячной заработной платы. Ну, все это определяется по данным статистики. Следующие два законопроекта, они по большей части связаны с внешнеэкономической деятельностью. Ну, первый законопроект связан с контролем цен, и в данном случае уточняется положение применительно к контролю цен во внешнеэкономических сделках. Кроме того, здесь происходит, скажем так, расширение полномочий нежестоящих налоговых органов. В данном случае предполагается установить полномочия налоговых органов, извещать ФНС России о контролируемых сделках вне рамок налоговых проверок. Ну, и, кроме того, уточняется порядок представления и рассмотрения документов в целях заключения соглашений о ценообразовании. Еще один законопроект, связанный в какой-то мере с внешнеторговой деятельностью, это законопроект, направленный на снятие налоговой тайны с информацией и сведений, которые в том числе получаются из деклараций. И в том случае, если эта информация связана с операциями, которые облагаются по ставке НДС 0%. Ну, в данном случае предполагается, что с данной информацией будет снят гриф налоговой тайны, в том случае, если она передается в информационную систему одно окно в сфере внешнеторговой деятельности. Для чего все это делается? Ну, в пояснительной записке правительство указывает на общий положительный эффект, что происходит оптимизация административных процедур. Но прежде всего, как указывает правительство, это делается для того, чтобы облегчить получение субсидий из федерального бюджета для транспортных организаций, которые осуществляют транспортировку соответствующей продукции, которая реализуется по ставке 0%. То есть, выгодоприобретателям данного законопроекта будут являться транспортные организации, ну, я думаю, что прежде всего монополисты. Следующие два законопроекта, они связаны с обложением деятельности по добыче полезных ископаемых. При этом первый законопроект, он связан с предоставлением определенных льгот по НДПИ при добыче нефти в Хантамансийском автономном округе. Ну, и СМИ говорят, что в данном случае льготы прежде всего коснутся месторождений Роснефти. Другой законопроект, связанный с добычей полезных ископаемых, он изменяет регулирование как в налоге на добавленный доход, так и в налоге на добычу полезных ископаемых. И применительно к налогу на добычу полезных ископаемых, прежде всего, многие обратили внимание, что значительно повышается налоговая нагрузка в отношении деятельности по добыче различных руд и солей. То есть, в данном случае, применительно к добыче данных полезных ископаемых, будет применяться ставка с повышающим коэффициентом 3,5. Это так называемый рентный коэффициент. Ну, на самом деле, сейчас идет большое обсуждение о необходимости данной ставки. Многие организации, компании, которые занимаются добычей руд и различного химического сырья, они пытаются убедить правительство о том, что не надо использовать такой коэффициент. Либо пытаются убедить, что он все-таки должен быть меньшего размера. Ну, как будут проходить переговоры, посмотрим. Наконец, еще один законопроект связан с возможностью расширения системы TextFree. Ну, в данном случае предлагается, во-первых, значительно расширить возможности применения данной системы, а именно убрать ограничения, связанные с территорией, на которой применяется данный режим. Кроме того, предлагается убрать условия, связанные с тем, что TextFree может применяться только в рамках отдельных организаций. То есть, в принципе, он будет применяться на всей территории Российской Федерации. Также смягчаются определенные требования для применения системы TextFree. То есть, в данном случае, во-первых, снижается сумма порога ценового, точнее, не ценового, а стоимостного порога, который позволял применять TextFree. То есть, если раньше необходимо было приобрести товар на сумму 10 тысяч рублей, то теперь предлагают снизить этот порог до 5 тысяч рублей. Ну и, кроме того, предлагается использовать систему TextFree не только в отношении НДС, но и в отношении акцизов. Правда, опять же, в отношении данного законопроекта возникло много вопросов, а именно о необходимости в настоящий момент вообще рассматривать этот вопрос. Поскольку в настоящий момент туристическая активность серьезно снижена, границы закрыты, ну и депутаты сомневаются вообще в необходимости рассмотрения данного законопроекта. Наконец, крайний правительственный законопроект, который был в сентябре, это законопроект, связанный с налогообложением деятельности, который осуществляется в Каспийском море. Ну, законопроект во многом технический, он уточняет понятийный аппарат в связи с тем, что Российской Федерации было ратифицировано соглашение, а именно конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Так, ну о правительственных законопроектах все. Теперь о президентском законопроекте. Он также связан с международными отношениями. В данном случае законопроект связан с налоговой политикой по акцизам на табак в Евразийском экономическом союзе. Ну, общий смысл данного соглашения, которое должно быть ратифицировано Государственной Думой, заключается в том, что будут гармонизированы ставки у участников Евразийского экономического союза, ставки по акцизам на табачную продукцию. При этом соответствующим соглашениям предлагается установить так называемую индикативную ставку, которая будет ориентиром, к которому должны будут стремиться страны, участвующие в Евразес. При этом на 2024 год предлагается установить индикативную ставку 35 долларов за 1000 штук сигарет, если я правильно понимаю. И в данном случае предполагается, что члены Евразийского экономического союза будут устанавливать свои ставки в диапазоне, отличающемся от индикативной ставки в большую либо меньшую сторону, не более 20%. Как указывается в пояснительной записке, данное соглашение будет формировать конкурентную среду в сфере оборота табачной продукции, ну и также будет обеспечивать защиту экономических интересов государств, которые входят в Евразийский экономический союз. Ну что ж, по правительственным и президентским законопроектам все. Теперь переходим к депутатским законопроектам. Ну и, как я говорил, депутатские законопроекты можно разделить на две группы. Первая группа – это законопроекты, которые имеют шансы на одобрение. Ну, в данном случае эта группа состоит из одного законопроекта. Ну, а другие законопроекты, они вряд ли будут одобрены, но их содержание, оно интересно с точки зрения той проблемы, которая решается данными законопроектами. Итак, перспективный законопроект связан с совершенствованием налогового мониторинга. В данном случае этот законопроект был подготовлен представительной группой депутатов. В том числе в эту группу входит депутат Андрей Макаров. То есть это достаточно влиятельная фигура по налоговым вопросам, поэтому на законопроекты, которые выходят под его авторством, следует обратить внимание. Итак, применительно к налоговому мониторингу. Предлагается, во-первых, отменить камеральную проверку в отношении организаций, которые применяют налоговый мониторинг. Ну, поскольку раньше при определенных обстоятельствах камеральная проверка все-таки могла производиться. Но взамен этому будет установлен особый порядок проведения проверок в рамках налогового мониторинга в отношении декларации по НДС и акцизу, в которых предусмотрено возмещение налога. Кроме того, смягчаются условия для перехода на налоговый мониторинг. В данном случае снижаются суммовые показатели. Ну, а в отношении отдельных организаций даже отменяются сумовые критерии. Речь идет об организациях, которые являются участниками консолидированных групп налогоплательщиков. Что касается второй группы депутатских законопроектов, так называемая бесперспективная группа, то начать хотелось бы с законопроекта, который был подготовлен законодательным собранием Калужской области. Данный законопроект направлен на сохранение за субъектами Российской Федерации возможности установления пониженных ставок по налогу на прибыль. Так, после 2023 года у субъектов эта возможность значительно сокращается, то есть они смогут применять такие пониженные ставки лишь в отношении отдельных групп налогоплательщиков, которые являются участниками различных инвестиционных соглашений. Однако депутаты законодательного собрания Калужской области предлагают все-таки сохранить расширенные возможности снижения налоговых ставок. В пояснительной записке указывается на то, что понижение налоговых ставок является важным инструментом для привлечения инвестиций, ну и в целом для развития экономики того или иного субъекта Российской Федерации. Следует заметить, что на данный законопроект есть заключение правительства, и это заключение отрицательное. Правительство указывает на то, что у субъектов и так есть инструмент для привлечения инвестиций. В данном случае речь идет о инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль. И, в общем-то, правительство неоднократно указывало, что субъектам необходимо более активно использовать данный инструмент. Следующий законопроект связан с обложением операций по реализации сырьевых товаров НДС. В данном случае этот законопроект был подготовлен группой депутатов из «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым. Законопроектам предлагается внести поправки, ну, прямо скажем, достаточно странные. Ну, и в целом эти поправки, они показывают, что депутаты не совсем знакомы с особенностями регулирования налоговых отношений. Во-первых, депутаты предлагают предоставить правительству полномочия по установлению налоговых ставок по НДС в отношении операций, связанных с реализацией сырьевых товаров. В данном случае предполагается, что правительство сможет варьировать ставки от 0 до 20% в зависимости от степени переработки сырья. Ну, и кроме того, авторы законопроекта предлагают отменить возможность применения вычетов по НДС при приобретении сырьевых товаров. В пояснительной записке к законопроекту авторы указывают на то, что в настоящий момент нынешнее регулирование не развивает глубокую переработку сырьевых товаров. Ну, и в целом не способствует развитию перерабатывающей промышленности. И, собственно говоря, для этого и предлагается внести изменения. Кроме того, авторы указывают на то, что соответствующие поправки позволят пополнить бюджет на сумму 1 триллион и 700 миллиардов рублей. Следует заметить, что на данный законопроект есть уже заключение правительства, и это заключение отрицательное. Во-первых, правительство указывает на то, что в соответствии с налоговым кодексом ставки по налогам могут устанавливаться только закон. Соответственно, правительство не может иметь полномочий по установлению налоговых ставок, в том числе по НДС. Второе, на что указывает правительство, это то, что отмена или запрета вычетов по НДС в связи с приобретением сырьевых товаров приведет к тому, что их стоимость повысится как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке. А это, в свою очередь, снизит конкурентноспособность данных товаров. Следующий законопроект – это законопроект, связанный с предоставлением льгот лицам, которые имеют детей. В данном случае этот законопроект, кстати, тоже был подготовлен депутатами из «Справедливой России», и ими предлагается предоставить льготы лицам с детьми по земельному налогу. Так, предлагается полностью освободить от земельного налога многодетные семьи, ну а в отношении лиц с детьми, которые имеют одного либо двух детей, предлагается снижать налоговую базу по земельному налогу на кадастровую стоимость 6 соток. В пояснительной записке к законопроекту указывается на то, что нынешние способы поддержки семей, они исчерпали себя, и поэтому необходимо расширять льготы. Ну и в данном случае предлагается расширить за счет налоговых льгот. Следует заметить, что на данный законопроект уже есть заключение правительства, и это заключение отрицательное. Правительство указывает на то, что земельный налог является местным налогом, поэтому решение вопроса о том, предоставлять льготы либо нет, и в какой форме, каково содержание льгот, соответствующее решение должны принимать именно местные органы власти, поскольку это находится в их компетенции. Ну и последний законопроект, о котором хотелось бы сказать, это традиционный законопроект, который регулярно поступает в Государственную Думу, а именно законопроект об отмене транспортного налога. В данном случае это предложение было внесено группой депутатов, ну и по фамилиям можно понять, что это депутаты из ЛДПР. Законопроектам предлагается отменить главу 28-ю налогового кодекса, то есть главу, которая как раз и регулирует транспортный налог. В пояснительной записке к законопроекту указывается на то, что наличие транспортного налога приводит к двойному налогообложению, поскольку налогоплательщикам приходится платить и за сам транспорт, а также уплачивать акциз при приобретении топлива. При этом авторы законопроекта указывают, что отмена транспортного налога приведет к выпадающим доходам бюджетов в размере 160 миллиардов рублей, однако предлагается компенсировать эти потери за счет межбюджетных трансфертов. На даты законопроекта также есть заключение правительства, и оно, опять же, отрицательное. В своем заключении правительство, прежде всего, указывает на то, что авторы не указывают, за счет каких источников именно необходимо компенсировать потери региональных бюджетов. Так, ну, по поводу законопроектов в сентябре все. Так, ну, а в качестве центральной темы настоящего выпуска я предлагаю рассмотреть проблему возврата налогов. Именно эта проблема была затронута в деле индивидуального предпринимателя «ПРИМАК» Марии Сергеевны. Данное дело, оно было рассмотрено судебной коллегией по экономическим спорам, и там были сформулированы достаточно интересные выводы. Но прежде чем непосредственно перейти к данным выводам, необходимо немножко рассказать о сути проблемы. Так, индивидуальный предприниматель обратился в суд с заявлением о возврате излишне взысканных страховых взносов. Ну, данные взносы были списаны со счета индивидуального предпринимателя. При этом здесь следует обратить внимание, что индивидуальный предприниматель в принципе не подавал какого-либо заявления в налоговый орган. И возник вопрос, насколько правомерны такие действия. Здесь следует заметить, что суд первой инстанции удовлетворил требования индивидуального предпринимателя. Вместе с тем, вышестоящие суды, в данном случае апелляция и касация, посчитали, что налогоплательщик не мог обращаться в суд за возвратом излишне взысканных страховых взносов без прохождения до судебной стадии. И в данном случае апелляционная инстанция в принципе оставила без рассмотрения заявления. Ну, а касационная инстанция вообще, касационная инстанция переформулировала позицию апелляционной инстанции и указала, что в принципе у налогоплательщика не сформировано нарушенное право. А значит и в принципе нет оснований для рассмотрения заявления. Вообще, почему суды заняли такого рода позицию? Ну, я полагаю, что все это безусловно связано с изменениями, которые были внесены в статью 79 Налогового кодекса. В данном случае эти изменения начали действовать с 1 января 2018 года. И здесь речь идет о том, что было установлено, что налогоплательщики и другие участники налоговых отношений могут в течение трех лет, с момента, когда они обнаружили факт излишнего взыскания налогов, сборов, они могут в течение этого времени обратиться в налоговый орган за возвратом излишне взысканных сумм. И в данном случае суды посчитали, что вот такое изменение, оно по сути дела направлено на сближение регулирования, которое есть в статье 79 Налогового кодекса, с регулированием, которое установлено в статье 78 Налогового кодекса применительно к излишне уплаченным налогам. А здесь следует заметить, что применительно к порядку возврата излишне уплаченных налогов есть правоприменительная практика о том, что налогоплательщик перед обращением в суд должен обратиться с заявлением в налоговый орган. Собственно говоря, суды и посчитали, что поскольку регулирование статей 78 и 79 сближается, значит такое требование должно распространяться и на порядок возврата излишне взысканных налогов. То есть, в том числе, подход о досудебном регулировании должен применяться и применительно к статье 79 Налогового кодекса. Собственно говоря, поэтому апелляционная и касационная инстанция и указали, что налогоплательщик должен был пройти досудебную стадию, но апелляция считала, что он должен был подать заявление в налоговый орган, а касация, в принципе, указала, что налогоплательщик не исчерпал все возможные способы урегулирования вопроса на досудебной стадии. Но здесь следует заметить, что Верховный суд с такой позиции нежестоящих судебных органов не согласился. Во-первых, было указано на то, что изменения, которые были внесены в статью 79 Налогового кодекса, они расширили права налогоплательщика, поскольку у налогоплательщика появилась полноценная возможность возврата излишне взысканных налогов на внесудебной стадии. Но при этом каких-либо новых обязательств, либо ограничений, по мнению Верховного суда, новые изменения, которые были внесены в статью 79 Налогового кодекса, они не наложили новые какие-то обязательства на налогоплательщика. И в том числе не было установлено каких-либо обязательств по поводу того, что для того, чтобы обратиться в суд, налогоплательщик в обязательном порядке должен пройти досудебную стадию. При этом Верховный суд достаточно четко обозначил позицию о том, что такого рода требования о соблюдении досудебного порядка, эти требования, они должны быть четко выражены либо в законе, либо в правоприменительной практике. И здесь я на последнюю фразу обращаю внимание, что суд особо подчеркнул, что такое требование может быть зафиксировано и в правоприменительной практике. Кроме того, Верховный суд обратил внимание, что вот эту позицию по поводу того, что, в принципе, каких-либо требований о соблюдении досудебной стадии применительно к возврату излишне взысканных налогов, эта позиция об отсутствии таких требований, она уже сформирована Верховным судом в определении, июньском определении, но реквизиты вы видите. Еще один интересный вывод, который содержится в деле ИП «Примак» по поводу того, что, как указал Верховный суд, та позиция, которую занимал налоговый орган в суде первой инстанции, указывала на то, что в рамках досудебного урегулирования спора предпринимателю возвратить излишне взысканные суммы не удастся. Иначе говоря, было указано на то, что в любом случае индивидуальному предпринимателю пришлось бы идти в суд за возвратом излишне взысканных налогов. То есть в данном случае судебные инстанции действовали нерационально, создавая излишние препятствия для лица в рамках вопроса о возврате излишне взысканных сумм. При этом Верховный суд достаточно много приводил в качестве примера судебную практику Европейского суда по правам человека, применительно к данному вопросу. Но в целом вывод Верховного суда заключается в том, что в настоящий момент статья 79 Налогового кодекса предоставляет налогоплательщику выбор. Либо он может возвращать излишне взысканные суммы в рамках досудебной стадии, то есть путем подачи заявления в налоговый орган, либо альтернативно без прохождения досудебной стадии налогоплательщик, иное лицо может сразу обращаться в суд. И в данном случае суды должны рассматривать такого рода имущественные требования. Применительно к делу ИП Примак интересен еще один вопрос, а именно распространяется ли вот эта позиция, которая сформирована Верховным судом по статье 79 Налогового кодекса к статье 78 Налогового кодекса. То есть распространяется ли эта позиция к вопросу возврата излишнеуплаченных налогов. Но почему можно ставить этот вопрос? Дело в том, что в статье 78 Налогового кодекса также нет прямого указания о том, что налогоплательщик должен в обязательном порядке пройти досудебную стадию перед тем, как обращаться в суд. Однако все-таки необходимо прийти к выводу, что позиция по делу ИП Примак, либо позиция, которая была сформулирована в июньском определении судебной коллегии, и она не распространяется на статью 78 Налогового кодекса, поскольку Верховный суд специально указал о том, что требование о соблюдении досудебной стадии может быть сформулировано, четко сформулировано либо законодателем, либо в рамках правоприменительной практики. А следует заметить, что применительно к статье 78 Налогового кодекса достаточно четко требование о соблюдении досудебной стадии, то есть требование о подаче заявления на возврат излишнеуплаченных налогов, это требование сформулировано в постановлении номер 57 Высшего арбитражного суда, по-моему, в пункте 33. Поэтому налогоплательщикам, иным участникам налоговых отношений необходимо принять во внимание подход, что применительно к статье 78 Налогового кодекса все-таки необходимо до обращения в суд обращаться в налоговый орган за возвратом. В этом случае, если по этому заявлению есть отказ, либо оно не рассматривается, формируется, что называется, нарушенное право, которое лицо впоследствии может защищать в суде. Ну а применительно к статье 79, применительно к процедуре возврата излишне взысканных налогов, у налогоплательщика есть выбор. Либо он идет с заявлением в налоговый орган, либо он может сразу идти с заявлением в суд. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.